Добрый день! Хазбалла заявил, реакция Ирана и Хазбаллы на действия Израиля будут решить и будет решительной. И он говорит, что то, что Израиль ждет уже неделю, тоже является частью нашего ответа и наказания. Пока мирно-притяженно ждет. Израиль рассматривает возможность, пока нет, это данные на 4 августа, данных нет, возможности нанесения превентивного удара по Ирану. Итак, ваша оценка ситуации, как вы думаете, все-таки когда и как может ответить Иран? Спасибо, конечно, это, наверное, во всем мире сейчас самый, скажем так, важный вопрос. Но, наверное, давайте чуть-чуть вернемся на несколько дней назад и начнем с этой израильской операции по уничтожению Ирана. Это было 31-го числа прошлого месяца, буквально сразу после инаугурации на войне правного президента Ирана. Смотрите, первые сообщения, первые сбросы со стороны, причем, израильских медиа или вот такая утечка. Утечка это в кавычках. Почему? Уверен, что вы помните, что было сообщение, что локализовали Ханя через WhatsApp. Причем некоторые иранские медиа подхватили, некоторые, вот эту ложную версию. Совершенно очевидно, что это ложная версия, потому что такие люди, как Ханя, которые знают, что они являются, скажем так, целью для Израиля, они, во-первых, постоянно с собой телефон не носят, это там помощники, четвертые помощники пятого телохранителя, грубо говоря, это во-первых. Во-вторых, вообще-то локализовать телефон, это не значит локализовать человека, вы определяете, где это. Для проведения такой операции это слишком малая, маленькая информация, слишком недостоверная, скажем так. Знаете, абсолютно ясно, что это была не войсковая операция, а чисто разведывательная операция. Совершенно, то есть очевидно, что это WhatsApp, все это сказки для маленьких детей, чтобы местонахождение Ханя, я думаю, все его передвижение от парламента Тагерана, где проходила вот эта инаугурация, до, в общем-то, это гостевого комплекса, где VIP для VIP людей, гостей. Ну, это, скажем так, достаточно далеко, я это проверял. То есть это чисто была агентурная слежка, чисто. То есть не сама слежка, потому что за кортежем все-таки невозможно следить. То есть были поставлены, я уверен, агентурные посты на дороге и выяснили, что абсолютно точная информация, что он уже в этом доме, скажем так, комплексе для VIP гостей и в своем, скажем так, особняке. То, что два варианта всего лишь существует. Или заранее вот этот особняк Ханя был заминирован, и второе, это какая-то, очень возможно, типа спайк, спайк израильская. Ну, ракета, которая была выпущена с маленького расстояния, причем именно с Тагерана. Третьего варианта просто нет. Просто нет. Потому что там были самолеты, дроны, оставьте эту ерунду. Эту ерунду израильские. То есть, вы знаете, с совместными действами израильских и азербайджанских спецслужб за последние годы, причем годы, как минимум десятилетия, Израиль создал очень серьезные резинзитуры на территории Ирана, причем мы не раз убеждались, они проводили подобные операции. И еще раз, я просто утверждаю, что это была операция израильских спецслужб. Ну, там МОСАД или военная разведка ОМАН, но это чисто операция спецслужб. Никакой авиационной техники и все, это абсолютно забудьте. Просто вы упомянули также Азербайджан. Естественно, Азербайджан. И смотрите, было сообщение из Ирана пару дней назад, что был арестован азербайджанский гражданин с двойным гражданством. С двойным гражданством, а потом после этого действительно молчал. То есть, в Израиле это начали уже действительно очень, извиняюсь, в Тагеране уже очень хорошо это начали понимать. Теперь, ну, уже я не говорю, что, по-моему, в нашей с вами передачах, я, по-моему, не раз говорил, что ОМАН, истеральская военная разведка, что, кстати, сегодня намного мощнее как разведка, чем МОСАД, она имеет свои инфраструктуры на территории Азербайджана, в Зангеланском районе, в Джебраильском районе. Первое, это радиоэлектронная разведка. Но здесь, я говорю, это чисто агентурная операция. Причем достаточно успешная. Давайте, и это серьезный удар не только по контрразведке Ирана, но и вообще по престижу Ирану. Очень сильный такой удар. Хотя до сих пор Израиль, в общем-то, официально это не признает. Теперь второй момент. Почему Натаняху пошел на это? Причин, конечно, много, но я сейчас скажу основные три причины. Причем они, наверное, равнозначны. Очередность тут не имеет значения, которое я скажу. Значит, первое, вы же обратили внимание, что сразу после выборов нового президента, новый президент сразу послал месседжи Западу, в первую очередь Европейскому Союзу, и получил оттуда ответный месседж из Брюсселя, возвращение к ядерной сделке. Что он потом делает после этого, пару дней назад буквально, Зарифа бывшего министра иностранных дел, ну, одного из архитектора этой ядерной сделки, он назначает своим советником по стратегическим вопросам. Заместителя Зарифа, тоже который был архитектором этого отделка, он назначает, или уже есть заявлено, что он будет министром иностранных отделок. Верховный лидер Ирана подтверждает вот эту, подтверждает эту линию. Ну, для Натаняху это, скажем так, это очень большая опасность. И как для Израиля, как он считает, помним его выступление в Конгрессе США недавно, я помню его выступление даже, когда был Обама на пороге заключения ядерной сделки, при Обаме он также выступил, выступил в Конгрессе. То есть, это было в любом случае надо было остановить, и как остановить? Большой войной, естественно. Второй очень важный момент. Смотрите, Натаняху не скрывает, что он спит и видит Трампа президентом. Об этом открыто заявляет. Недавно, когда он был в Штатах, даже посетил, встретился с Трампом. Достаточно, в общем-то, теплая встреча была там. Во всех, во всех отношениях. И сейчас большая война на Ближнем Востоке, это создаст очень большие проблемы для демократов, для администрации, и, естественно, для кандидатов в президенты от демократической партии Камалы Гаррис. Это, естественно, вторая причина. То есть, просто поддержка Трампу. Третье, что немаловажно, это ведь целью был именно не только политический лидер Хамаса, но и главный переговорщик, именно Аня. То есть, прекратить все эти переговоры. И они практически сейчас уже полностью прекращены. И полное завоевание сектора газа. Это вообще немыслимо. Там больше двух миллионов человек сейчас там практически в полной блокаде. Иран. Иран действительно находится в достаточно тяжелом положении. Потому что они прекрасно понимают эту игру. И, кстати, Натаньяху имеет в этом плане очень серьезных, скажем так, союзников в лице Кремля, в лице Орбана, в Венгрии. Насчет Эрдогана мы еще это поговорим. Есть силы, которым это нужно. Если вернемся к политике Вашингтона, после этого, буквально несколько дней назад, произошло событие действительно сенсационное. было заявлено, что встречались представители разведок США и Ирана. Причем потом Турция дала утечку, что они полетели через Ангару. Понимаете, то, что эти представители встречались, если не постоянно, то во всяком случае, если не регулярно, то во всяком случае, это не первый раз, это, по-моему, любой, кто занимается политикой, мог это предполагать. Но чтобы об этом была дана утечка, это просто такой явный и, скажем так, незакрытый месседж Вашингтона, Натаньяху. Причем, что обсуждались? Ну, американцы прямо говорили, что они ничего не знали об этой операции по уничтожению, скажем, по ликвидации АНИ. Что, я уверен, это абсолютная правда. Второе, что они не могут поддействовать на Натаньяху. И обратились к Ирану, что не надо играть в игру Натаньяху и надо избегать большой войны. Это все публично делается. И Соединенные Штаты, что они делали, вы видели. Их войноначальники были в Израиле буквально пару дней назад. И четыре флотилии сейчас находятся именно на Ближнем Востоке. Хочу напомнить, что во время операции против Ирака там было всего лишь три флотилии. То есть, это чуть ли не половина военно-морских сил Штатов. И они прямо заявили, что они, естественно, будут на стороне Израиля. Но их основная задача, я уже не говорю, что там один бомбардировщик Б-2 уже в Катаре, что там эти рапторы, самые современные истребители там, предотвратить все те ракеты или дроны, которые будут запущены из Ирана, чтобы они не имели такого, скажем так, сокрушительного, не было сокрушительных таких последствий, которые мог бы на Танецку использовать для большой войны. Они делают все, чтобы избежать большой войны. Причем и Франция, и Великобритания будут то же самое делать. А теперь, то есть, чтобы предотвратить большую войну. А теперь вы спросили, когда? Вы знаете, что назывались сегодня, завтра? Иран тоже вроде бы и говорит, что будет удар, но о большой войне вроде не говорится. Иран тоже... Естественно, не говорится, но какой удар? Вот вопрос. Какой удар? Каким может быть удар? То есть, Иран... Иран понимает, что его вовлекают в большую войну. Очень хорошо они этого понимают, но у них, прямо скажем, такая тупиковая ситуация. Ну и, естественно, наилучший ответ был бы, если бы Тагеран ответил бы симметрично, то есть, ликвидация каких-то, скажем так, израильских, предположим, войноначальников. Но у иранской разведки, очевидно, нет таких ресурсов в Израиле, как у Израиля есть в Иране. То есть, естественно, будут опять какие-то баллистические ракеты, дроны, ну, я не думаю, что авиация. Но, почему и Трамп сказал, что сегодня будет, я спросил, когда, во всяком случае, абсолютно точно не сегодня, не завтра этого не будет. Почему? Ну, иранские баллистические ракеты, они, в общем-то, скажем так, не очень современные, потому что они все на жидком топливе. Почему это важно? Чтобы заправить, нужно время. Часы, много часов, может быть, даже сутки. И все это, как только начинают заправлять жидким топливом иранские баллистические ракеты, но это со спутника очень четко и очень ясно видно. Я вам хочу напомнить. Помните предыдущую, значит, атаку Ирана на Израиль 14 апреля? Ну, заранее все знали. Заранее все знали. Помните, даже пару дней назад США заявили, что у нас нет таких данных, что в ближайшие 24 или 48 часов. То есть, все идет отсюда. То есть, если на сегодня, вот в этот момент, это не наблюдается, значит, как минимум двое суток. Сегодня, завтра не будет этих ударов. Второй момент очень интересный. Вы видели, что и Иордания, и Саудовская Арабия, они четко сказали, что свое воздушное пространство, они не разрешат просто этого. Ну, вы помните, в апреле нам в воздушном пространстве Иордании работали и французы, и все, есть достаточно много ракет, то есть, не только ракет, дронов Ирана, они там сбили. Я думаю, Иордания будет делать то же самое. Тем более, что у Иордании достаточно современное ПВО у них есть, там американские системы. Американские системы это есть. И Тагерам в этом плане сегодня так-то, они еще не приняли решение насчет ответа. Ответ нужен, но такой ответ, который не привел бы к новой, скажем так, большой региональной войне. Это план Нитанехов. То же самое прослеживается, вы процитировали там заявление Хезбаллы. Тут, мне безинтересно, два фактора. Во-первых, заявление Эрдогана, что они войдут на территорию, значит, Израиля, точно так же, как они вошли в Карабах и Ливию. Мы тут, я думаю, еще продолжим. Но давайте посмотрим. До сегодняшнего дня Израиль получает азербайджанские углеводороды через Турцию. То есть Турция продолжает эти поставки. А царь и корика там самая, скажем так, вражеская между Израилем и Турцией сегодня. Во-вторых, забудьте, что Эрдоган это сделает. Третье, прозвучало небезинтересное заявление позавчера. Союзник Эрдогана по коалиции, Бурчелета, националистической партии, предложил создать такой антиизраильский блок, он назвал это иерусалимским почему-то, причем какие страны он назвал, обратите внимание. Турция, Египет, Сирия и Ирак без Ирана. Обратите внимание на это. Без Ирана. То есть совершенно очевидно, что Турция этого не сделает. Совершенно очевидно. Но Турция очень хочет влезть в это дело. Обязательно. Если продолжим эту тему, то тут вы видели, что произошло. Секретарь Совета Безопасности России Шойго. Небезызвестный господин Шойго. Скажем так, полицей в Тагеран. И оттуда полетел в Вакуум. Ну, по официальной информации, скажем так, Иран запросил у них системы ПВО. Интересно, что последние два дня достаточно много грузовых рейсов из России в Иран. Израильские источники, там, медиа пишут, что это Искандеры они туда поставляют. Честно говоря, практически уверен, что этого не может быть. Зачем Ирану Искандеры? Это же всего лишь 500 километров в Иран такое не нужное. Тем более у них наверняка нет еще такого персонала. То, что России очень нужно не меньше, чем на Таняху, чтобы была большая война, это же очевидно. Вообще-то, очень многие аналитики серьезные пишут, что вообще-то, скажем так, нападение Хамаза на Израиль 7 октября, это было, в общем-то, скажем так, результат пострекательства Кремля и Анкары. Путину, когда это было спасение, в общем-то, и большая война, это выгодно. И сейчас, просто утверждаю, это же очевидно, что Кремлю это нужно не меньше большая война, с учетом ситуации в Украине, это отдельная тема. Особенно сегодняшнее, вчерашнее, сегодняшнее событие в Курске. То есть, им очень нужно, чтобы затеять войну между Ираном и США, скажем так, нисколько Израилем, ну, как, немножко перефразируя всех российских пропагандистов, в том числе и официальных, Кремлю очень надо, чтобы в войне США Иран воевал до последнего иранского солдата. Это им очевидно, очень нужно. То есть, давайте посмотрим, все-таки я почти уверен, что большой войны не будет. Этого не допустят. Иран это хорошо понимает, сейчас они в поисках ответа. США, Франция, Великобритания, которые заявили, что они будут в этой ситуации на стороне, конечно. Ну, в плане только Израиля. Защиты не было. А как еще? А как еще? Именно, даже если со стороны Тагерана будет, скажем так, массовые нацеленные воздушные атаки с применением баллистических ракет, дронов, ну, авиации, конечно, нет, то все это сбить так, чтобы у Натаняху не было повода для продолжения большой войны. Я почти в этом уверен. Давайте будем на это надеяться, на это дать действие. Ну, давайте продолжим тему Шойго. Да-да-да. Оттуда он вылетел в Баку. Вообще, у меня такое ощущение, что основная цель это была поездка в Баку. Якобы для того, чтобы отговорить Алиева, чтобы он не выступил в поддержку Израиля. Но судя по теме переговоров, судя, что было официально заявлено, и по составу делегаций, основной вопрос это был именно касался именно нас, Армении. Официально было, во всяком случае, заявлено, что Баку и Москва совместно обеспечивают безопасность Южном Кавказе. Это цитата. От самих себя? Что? От самих себя? Ну, безопасность, мы понимаем, что значит по Азербайджану и по России, по Кремлю безопасность на Южном Кавказе. Шойго. А кто был в составе делегации? Помощник президента России Литвинов это бывший министр транспорта и первых переговорщик по коммуникациям. А кто был на этой встрече с Алиевым, секретарь Совета Безопасности, Усубов, это, в общем-то, ничего не решающая личность там. Долго был министром внутренних дел, помните вы. И был вице-премьер Мустафаев. Знакомая фамилия? Очень знакомая фамилия. То есть, он возглавляет делегацию Азербайджана по демаркации, близкий кореш нашего вице-премьера, который вместе какой-то там протокол подписали, где вообще Минский, что Пашиня все время говорит, Минским соглашением, которые, в общем-то, говорили, что Минские соглашения, это можно их обойти элементарно. Другая тема. То есть, ставился вопрос именно коммуникации. То есть, мечта Кремля, Анкары, Баку, это Сюник. Хочу вам напомнить и нашу аудиторию уважаемую тоже, что 18 декабря 2020 года почти полтора месяца, меньше, чем полтора месяца спустя после, скажем так, подписания такого уже не существующего документа от 9 ноября в Москве Шойгу, а также министры обороны Армении и Азербайджана подписали секретный документ по сдаче, повторяю, по сдаче стратегической дороги горе Скопа азербайджанцам и они это держали секретией. То есть, то, что там в Баку Шойгу с Алиевым обсуждали, как они называют Зангизурский коридор, а на самом деле это коридоры не только железная дорога, это более чем очевидно. Обратите внимание, что в тот же день представитель президента Азербайджана Эльчин Мирбеев опять-таки заявляет, повторяет все требования Баку и говорит, что главное требование это изменение Конституции. Я не думаю, что это так, но факт. То есть, еще раз вот эта встреча в Баку Шойгу и Эляма Алиева еще раз подтвердила, что требования Баку от Армении и есть требования Кремля от нас. не тождественны все эти требования. Знаете, тут вообще-то тема очень большая, но говоря уже об этих требованиях Баку, я хочу сказать, что основное требование это неизменение Конституции. Да, что там потом представитель Алия Кузбеев говорит, вот если не изменить Конституцию, потом другая следующая власть может это отменить. Вы помните какие-то абсурдные заявления армянского примера, что мы даже договорились, что вот внутреннее законодательство не имеет значения и верховест вот этот мирный договор, который мы подпишем. Во-первых, это абсурд, потому что ни один международный договор не может быть выше Конституции. Любой международный договор должен пройти через Конституционный суд. Второй момент. Если в Баку боятся, о чем Амир Беев сказал, что следующая власть может отменить все, что мы подпишем, подпишут или нет, это оцел, поговорим, если будет время. Я хочу предупредить официальный Баку, что независимо от Конституции любой мирный договор, если они подпишут, следующие власти имеют все основания денонсировать этот договор, потому что уже более чем очевидно, что руководство Армении, если это подпишет, будет это подписание под угрозой применения силы. Это же одна из принципов международной безопасности, хельсимского самополагающего документа. То есть уже заявления официальные дают право. Так что и в Баку и скажем так наши власти, которые на самом деле являются скажем так союзниками Кремля, Анкары и Баку, пусть это прекрасно знают, что уже они дали все основания, чтобы денонсировать даже на международных инстанциях. Это уже плодиметно. И повернуть это обратно они уже не смогут. Я еще раз утверждаю, что основное требование Азербайджана, то то же самое и Кремля и Анкары это коридор и коридоры. здесь напомним, что Иран на встрече в Тегеране Пашиняну было сказано, что никакая третья страна не должна контролировать дорогу на территории Армении. Уже иранские аналитики обсуждают эту тему это касается России. Да, это касается России. Он имел ввиду Россию. так о встрече, то есть о поездке Пашиняна именно на инаугурацию. После этого об одном еще поездке, об одной поездке Пашиняна я хотел поговорить. Я коснулся в прессе этого армянноязычной прессе буквально 10 дней назад его поездки в Лондон. Теперь во-первых вы понимаете первое во время встречи с новоизбранным президентом Пашинян очень долго говорил о перспективах армяна иранских достаточно холодный был ответ президента сдержанный стиле Ирана нет не совсем стиле Ирана скажем так если Пашиняна говорит о перспективах о возможностях то говорит в общем-то чтобы сохранить эти отношения это очень понятно на дипломатическом языке все что это значит тем более иранская дипломатия она всегда отличалась не очень-то определенностью очень много неопределенности даже я когда вел с ними переговоры это так и в этом плане действительно было сенсационно и в некотором плане оскорбительно для армянского примера что сказал верховный и духовный лидер он сказал что вот этот Зангизурский коридор он вреден для Армении и потом добавил что это наша жесткая оппозиция более того после встречи с премьер-министром Армении духовный лидер Ирана эти слова выставил нас в свой твиттер или X как теперь это называют то есть что Зангизурский коридор вреден для Армении вы понимаете что это достаточно редкий случай когда руководитель одной страны объясняет руководителю другой страны его интересы на это обязательно должны реагировать а это очевидно что премьер-министр это проглотил может быть он даже не понял что это в общем-то не очень уважительно вы знаете я вспомнил что в девяносто третьем году нечто такое было и со мной когда министр иностранных дел России Козырев не так прямо линейно но нечто подобное сказал знаете я сразу на это среагировал что интересы Армении определяет руководство Армении и только руководство Армении так что теперь если дальше мы продолжим эту тему как я сказал уже в требованиях Азербайджана хотя еще раз позавчера было из Баку заявлено что основное требование это изменение Конституции на самом деле это не так требования Баку я уже сказал что это и есть требования Кремля и требования Анкары это коридоры через Семник а на самом деле весь Семник и в этом плане мы еще вернемся я думаю к заявлению Эрдогана относительно что они вошли в Карабах Ливан также они войдут в Израиль мы уже говорили это коридоры и коридоры я уже в прессе достаточно подробно говорил о поездке Лондон Пашиняна и что там должна была состояться встреча Альева Пашиняна и премьер-министра новоизбранного премьера министра Великобритании во-первых что должна была состояться такая встреча это была в секрете держалась в секрете я уже говорил даже некоторые главы государств которые были в Лондоне этого не знали что такая встреча готовится и в последний момент пока не очень известным нам причинам все-таки именно в последний момент Пашинян отказался от этой встречи так вот на этой встрече должен был быть подписан документ именно относительно по коридорам в первую очередь конечно по железной дороге через Сюник через Мехри который будет соединять Нахичевань с основной частью Азербайджана может показаться что это не в интересах Великобритании нет это в интересах Великобритании как во время предыдущей нашей встречи я подробно объяснял американский план о котором говорил Брайан подробно это конечно коммуникации север-юг в Армении и Сиджевана в первую очередь железную дорогу мы об этом подробно говорили во время прошлой нашей встречи интересы Великобритании они не совпадают с интересами Запада в нашем регионе они полностью совпадают с интересами Анкары Баку и Москвы как бы это не было непонятно многим и нашей аудитории да они не совпадают я который раз уже повторяю что Армения должна заявить что никаких коммуникаций я уже не говорю о коридорах восток-запад через Армению не будет много раз очень много раз не только пример Армении но и многие руководители говорят да будет эта дорога но будет это под нашим контролем я уже не знаю который раз и в передачах с вами повторяю что это железная дорога она полностью по территории Армении проходит по погранзоне предстоят российские пограничники которые сейчас их численность добавилась после того как пограничники ушли завортнуться они же передислоцировались туда я уже который раз повторяю что должно быть требование Армении немедленно вывести всех пограничников армяно-иранской границей немедленно вообще это непонятно при тех отношениях которые есть и о которых перспективах которые говорил в пример они абсолютно не то что там не нужны они там опасны они там очень опасны а оказывается Великобритания готова именно при наличии российских пограничников построить там коммуникации пару слов я говорил относительно выхода пограничников из-за вортнуться конечно это приятно но это всего лишь косметический шаг потому что доступ к базе данных пограничной базы данных у них остается из контрольного пункта на армяно-иранской границы вы знаете я хочу напомнить об этом я не в передаче с вами но еще несколько месяцев назад говорил что когда я руководил спецслужбой в Армении по моей инициативе правительство Багратяна приняло решение это решение правительства что контрольные пункты в аэропорту завартнуться и на иранно-иранской границе они должны быть переданы погромвойскам Армении это есть решение правительства то что это не удалось реализовать к сожалению это уже другой разговор я пока не буду говорить с причиной почему не удалось сейчас вот это армянская власть если это действительно хочет может просто сослаться на это а то что Москва подарила Пашиняну еще один так называемый антироссийский шаг это очень выгодно именно это в планах именно это в планах значит Кремля так что в Лондоне то что не составилась эта встреча вы знаете мы избежали очень большой опасности хотя еще раз повторяю заранее Армения дала согласие на эту встречу почему пусть власти ответят почему это не случилось если можно я бы хотела коснуться вашей вот этой ремарки что Великобритания хочет построить какую-то ветку не ветку а коммуникацию в первую очередь железную дорогу в последнее время очень часто говорится о том что речь идет о газопроводе о прокладке газопровода и железной дороги внимание я сейчас перечислю через Линкаран по берегу реки Аракс далее идут Агарак Садарак Карс Бургас насколько это реально и вообще о чем это я знаю я не хочу назвать кто из скажем так политиков это сказал я очень извиняюсь и добавлю и что Великобритания сказала что 45,6 километров она готова на свои деньги построить да построить на свои деньги это еще раз доказывает то что я сказал что здесь интересы Кремля и Великобритания совпадают но это не интересы Запада Евросоюза и США о чем я говорю я согласен я готов на это вопреки для того чтобы отрезать возможность России использовать эту дорогу это ерунда конечно я столько что сказал что наоборот Великобритания готова при наличии российских погромвойств под их контролем построить там коммуникации и слава богу что эта встреча была провалена те которые удалось провалить я была эту встречу в Лондоне просто аплодирую Пашинян Али и премьер-министр Великобритании это было вот все что мы сейчас сказали это было насчет этого заявления ну там говорится газопровод в этом заявлении и железная дорога во первых я просто не понимаю какой газопровод или железную дорогу можно проводить из Лен-Курани то посмотрите на карту чтобы из Лен-Курани провести коммуникацию любую до Азербайджана к берегу Аракса это приблизительно больше 100 километров нужно провести по территории Ирана посмотрите на карту просто это абсурд второе понимаете в Лен-Куране вообще никаких газовых инфраструктур нет и не будет называйте Лен-Куран это юг чуть ли не граница с Ираном Азербайджана это талыши там живут которые находятся под огромным давлением руководства Азербайджана огромнейшим по всем направлениям их просто хотят то что истребить а просто чтобы их там не было то есть это абсурд оно не может существовать из Лен-Курана предположим Лен-Куран ошибка предположим это это мина против армянской государственности любые коммуникации под армянским контролем вообще восток запад об этом нужно забыть смотрите что получается блокаду Армении объявляли Турция и Азербайджан теперь почему-то требования чтобы Армения что-то делала сначала вы деблокируете то что вы сделали а потом Армения еще посмотрит еще раз повторяю север юг и в Турцию тоже только за это это американский проект о чем в прошлой нашей передаче мы подробно об этом поговорили и еще раз говорю забыть про все эти коммуникации дальше то есть британский проект как вы считаете это равняется российский проект вы так считаете не считаю это факт это факт потому что требования это выставила Россия именно девятый пункт того заявления о котором Иран сказал что этого заявления нет от 9 то есть об этом нужно забыть дальше Азербайджан все время и постоянно ставит требования официальный Ереван молчит полностью молчит многие на западе на официальном уровне говорят что была этническая чистка в Арцахе именно этническая чистка Ереван об этом просто молчит кстати совсем недавно из МИД России было заявление что мы все сделали наши миротворцы молодцы даже 6 российских миротворцев были убиты в Карабахе во время не назвали это я так называю этнической чистки речь идет о 6 российских офицеров миротворцев которые были расстреляны не Азербайджан я об этом и в вашей программе говорил еще по-моему через неделю после этнической чистки они были расстреляны турецким спецназом на следующий день Алиев попросил извинения там компенсация хочу напомнить что кроме заместителя командующего который бы тоже был там расстрелян турецким спецназом Иван Ковгань капитан первого ранга фамилии остальных вообще не публиковались в России и сразу под большое молчание они были расстреляны у рудника вместо рождения Кашина это отдельная история кое-что мы с вами говорили еще почти год назад об этом то есть это я еще раз хочу напомнить и сразу давайте заявление Эрдогана если можно почему были расстрелы почему турецкий спецназ их расстрелял потому что это был Кашин Кашин это очень был важный вопрос очень важный вопрос как для России так и для Азербайджана так и для Турции это огромнейшее месторождение чем им мешали эти шестер а там в то время была конкуренция кому это достанется потому что эти эта группа под руссковозгустом капитана первого ранга они приехали туда и турецкий спецназ тоже был там вопрос Кашина это отдельный разговор очень большой потому что там оценивается 200-300 миллиардов долларов это месторождение потенциально и теперь это перешло британской компанией как и многие рудники Азербайджана особенно в тех территориях которые Азербайджан оккупировал во время 44-дневной войны захватил теперь заявление Эрдогана мы войдем в Израиль как в Карабах и в Лизу да оно вызвало реакцию официального Баку сначала Министерство Обороны а потом появилось огромное количество статей особенно там была достаточно объемная такая статья правительственной прессе Азербайджан уже так против в каком-то смысле Эрдогана то что он заявил ну давайте вспомним просто вспомним то что еще до начала 44-дневной войны турецкие F-16 были переброшены в Гянджу это очень хорошо известно во время военных учений второе я просто хочу напомнить и нашей аудитории а может вы тоже не знаете в 16-м году в июле после боестолкновения в Тауши Олив заявил что Армения никогда одна не воевала против нас на что я среагировал наши власти конечно молчали большой материал в голосе Армении где просто доказывал что Азербайджан никогда начиная с 88-го года никогда одна не воевала против Армении я могу сейчас это у одного перечислить и там я предупредил что в Турции что Турция в Сирии на западе Сирии уже начала вербовку джихадистов игиловцев для посылки в Азербайджан что потом это было подтверждено официально даже со стороны Москвы Франции Соединенных Штатах могу добавить что многие из них до сих пор там это второе более того сейчас я еще скажу о роли Турции 44-х дневной войне 10 декабря 20-го года вы помните когда в Баку организовали парад победы там рядом с Альевом стоял Эрдоган там стоял в этом параде участвовал и турецкий спецназ более того официальный представитель НСТ Интернешнл написала почему там ничего не было сказано на этом параде а этих арабских арабских наемников которые всего за 2000 долларов рисковали жизнью пошли дальше бывший министр обороны Турции он заявил когда еще был при должности что 75% целей которые Азербайджан сбил уничтожил во время 44-х дневной войны были уничтожены 75% турецкими баряхтарами более того он еще заявил что пока пока коридора как они называют Зангизурского коридора не будет турецкие войска не выйдут из Азербайджана они до сих пор там это сейчас он Луся Карл он сейчас председатель комиссии по обороне в турецком парламенте пошли дальше доподлинно известно в каких спецоперациях Азербайджан который выполнял участвовал и турецкий спецнаст то есть более чем и причем это известно всему миру очевидно что Турция не только принимала участие она командовала войсками Азербайджана все абсолютно все военные операции руководились турецким генерал полковником Пахтиар Эрсук кажется который до сих пор в Баку и занимает пост советника министра обороны и более того одна интересная информация во время 44 дневной войны Азербайджан не имел ни одного беспилотника Байрахтар все они были турецкие и естественно всеми этими Байрахтарами управляли турецкие военные потому что уже весной поздней весной 21 года пошла информация что азербайджанские офицеры в Турции прошли курс подготовки по управлению Байрахтарами то есть это было самое настоящее турецкое оружие что там было я уже не хочу сказать что во время войны перевозились из Турции в Азербайджан значит колубинные авиабомбы но в Турции есть достаточно эффективные такие авиабомбы которые пробивают для пробивки бункеров именно такой авиабомбой был поражен командный командный пункт Мартуни помните именно такой авиабомбой то есть отрицать этого не имеет просто смысла но определенный холодок в отношениях между руководствами или скажем так Эрдоганом у Алиева естественно есть хотя это никак не отражается и не будет отражаться об совместной политике в нашем регионе и в отношении Армении понимаете тут во первых Эрдоган достаточно скажем так плохой позиции внутренние проблемы первые проблемы с оппозицией с западом ему нужны отношения которые он налаживает ему не нравится конечно что Азербайджан сейчас пошел под Россию достаточно сильно достаточно сильно но все эти надежды что как-то которые питают некоторые скажем так провластные политологи что Армения может сыграть на этих противоречиях это просто глупо просто глупо на это надеяться ни в коем случае не надо это не игра и да смотрите был еще один такой тонкий намек против шерсти Альева поглажена когда недавно встречались на границе представители Армении и Турции там в официальных сообщениях причем понимаете я удивляюсь когда наша пресса берет азербайджанские источники и не смотрит даже что заявило Министерство иностранных дел Турции у нас писали что они договорились о контрольно-пропускном пункте железнодорожной линии ну из Гюмри там в Турцию а на самом деле Министерство иностранных дел Турции могу ссылку вам дать именно говорились о открытии железной дороги ну естественно на следующий день министр иностранных дел Акан Фидан сказал пока вопросы с Ажападжаном не будут решены ничего не будет ну оставим то что открытие границы с такой Турцией для этого к этому экономика Армении не готова и скажем так законы Армении не готовы чтобы остановить экономическую экспансию Турции потому что эта экстрономическая экспансия Турции будет намного агрессивнее чем они это сделали скажем в Батуми и в Аджарии это это отдельная тема разговора отдельно с Турцией конечно нужно общаться но из своих интересов а не из турецких интересов единственный вопрос на который я бы хотела чтобы вы здесь ответили почему Эрдоган сделал это заявление первый вариант и так все знают что мы в Карабах нашли второй все таки вот как вы выразились против шерсти Алиева погладить почему чуть-чуть это конечно вторая или третья причина что выставить свою роль именно потому что ему он потерял точнее не имел никогда не имеет в арабском мире он хочет первое свою сторону и симпатии арабскому веру в арабском мире вторую исламскими если хотите поднять такой антиизраильский флаг ну на самом деле абсолютно все понимают что это мягко говоря абсолютно не серьезно потому что этого может быть и понимаете Эрдоган он тоже такой импульсивный деятель я не уверен что это все было заранее очень серьезно подготовлено я не исключаю что это было сказано как-то импульсивно потому что за это нужно отвечать Эрдоган это пробовал не отвечать но он это сейчас действительно достаточно плохой ситуации политической как и Ильхан Алиев конечно как и Ильхан Алиев особенно сейчас а почему Алиев вы считаете плохой ситуацией ну вы знаете он продолжает оставаться союзником Израиля союзником и сейчас какой-то момент истины который он должен как-то пропустить что-то делать и вместо этого опять с Москвой вместе с Москвой они пытаются решить именно задачи за наш счет более того я абсолютно уверен что Пашиням планирует подписать все это все эти коридоры но слава богу что вся эта затея с миром мирным договором или с каким не знаю какой эпитет прибрать нереальный очень мягко скажу и не имеющий никакой перспективы так перекресток мира вот этот ну извините геополитический идеализм это не состоится это все более чем то есть резину в эти 10 процентов которые еще не обговорили говорят 80-90 процентов и 10 договоренности по 90 процентам уже есть там 10 процентов остается это может эта резина тянуться долго ну это как Пашиня говорил что искандеры взрываются на 10 процентов так и здесь знаете скажем так неужели вам вообще непонятно буквально вчера Мирбаев представитель президента Азербайджана заявил пока вы конституцию не поменяете никакого мирного договора не будет и слава богу и слава богу что не будет потому что что такое мир и мирный договор это как говорят в Одессе это две большие разницы мирный договор подписывали и в 1938 году в Милхене ни к чему это привело второе нужен об этом много раз западники штаты Евросоюз говорил нужен достойный мир а недостойный мир это фундамент для будущей войны теперь какая пошла тенденция Азербайджан это делает постоянно наши в Армении зэд пропагандисты Россия вы знаете говорят этот коридор это запад хочет нет только Великобритания хочет наоборот Евросоюз Соединенные Штаты они уже устали говорить что они хотят на самом деле так кстати еще такой вопрос риторический чисто и к вам риторические вопросы вообще-то нельзя обратиться к кому и к нашей аудитории Пашинян помчался в Лондон где никакой такой серьезной встречи у него не было все были встречи как на ногах как говорится я считаю сенсационным что Пашинян не поехал в Париж на открытие Олимпиады стратегический союзник значит он считает что с французским он считает и там холодок есть не холодок просто он не хочет обсуждать все это все это вопросы нашей безопасности именно с французским руководством вы представьте себе не едет он на открытие Олимпиады вот из Грузии поехали и премьер и президент хотя они вы знаете у них отношения между ними сегодня надо понимать что в интересах Азербайджана Турции Кремля вообще здесь не нужно им никакой государственности это их план а это государственность я уже устал объяснять оно нужно западу не из-за наших красивых глаз и сегодня в Армении для Армении есть три жизненных вопроса первое это безопасность второе это безопасность третье это безопасность и сегодня в этом регионе нельзя сидеть на двух стульях потому что нет этих двух стульях потом сядешь на кол Алиф сидит на одном стуле сейчас и время надо выбирать а другого выбора у нас нет Швейцарией быть в этом регионе это 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 просто это абсолютный полнейший абсурд полнейший абсурд и сейчас Россия очень интенсивно вы видите Кремль работает в Армении с помощью так называемой мягкой силой достаточно грубо очень грубо опять все время мы слышим что мы Россия спасала вас Россия спасала вас Россия спасала не армян Россия спасала от армян армянские территории всегда всегда и это факт в вопросах безопасности нужно отказаться от России полностью это наши силы не могут не хотят это понять это понятно еще раз повторяю нацет раз историческая ошибка всех трех властей Армении что мы свою безопасность связывали только и только с Кремлем именно поэтому все бывшие власти не хотят это признать что это была историческая ошибка и сколько рассказать экономическая программа по диверсификации нашей экономики нашей энергетики штаты уже сто раз заявляли что они готовы в этом помочь вообще эту безопасность Армении продвигать а не говорить о велосипедах о подкрытии велосипедах понимаете власти власти задают повестку дня оппозиции так называемых сколько раз повторят что это одна и та же политическая команда был вопрос Алиев на одном столе сидит или нет да сейчас Алиев тоже ситуация очень сложная Алиев сидит смотрите Турция несмотря на все какие бы не были разногласия но вспомните какие были разногласия публично чего даже нет в отношениях между Эрдоганом и Алиевым как Лукашенко с Путиным в свое время последними словами крыл Лукашенко батька крыл Путина у Алиева есть Россия стратегический партнер еще раз повторяю Шойгов вместе с Алиевым заявили что они обеспечивают всю безопасность безопасность кавычков именно в нашем регионе Южном Кавказе стратегический договор с Китаем с Турцией я уже не говорю насчет Пакисана оставьте вы знаете у Армении сейчас нет ни одного союзника и эти власти ничего не пытаются делать да какая-то диверсификация по вооружениям пошла какая-то но из всех компонент по безопасности в Армении есть только одна компонента то основные компоненты какие внешняя политика армия спецслужбы основные компоненты осталась только внешняя политика 4 года прошло в армии пока никаких реальных изменений наоборот даже все идет к худшему а внешнюю политику нужно определяться естественно Армения должна быть вне блоковой стороны хотя сегодня мы блоковая страна пока еще в УДКБ но сегодня не блоки определяют а двухсторонние отношения определяют США которые предлагают стратегическое партнерство Франция это ведущая страна Европейского Союза сегодня с ними нужно завтра может быть поздно именно заключить этот договор еще раз повторяю нужно в Сюники договариваться просить Францию чтобы они разместили там свои войска вопросов очень много каждый раз вот эту свою программу не полностью сейчас четко выставляю какая она должна быть а наши власти власти Армении они продолжают оставаться под Москвой политика экономика вы видите что экономика как связалась с Россией еще раз повторяю в Армении были три пророссийские власти и одна российская вот эта власть это последняя власть российская ну к сожалению пока да последняя будем надеяться то есть Пашинян это абсолютно это ставленник Кремля это известно абсолютно всем я так не считаю это весь запад это прекрасно знает и еще раз повторю замечательный запад какую политику здесь ведет соединенные штаты сейчас у них ситуация внутри понятная но они просто не оставляют без присмотра политик который не будет зависит от действий власти Армении вот такую политику они ведут я очень надеюсь очень надеюсь что так и будет спасибо два вопроса у меня вернемся к первому вопросу по Ирану вы считаете что превентивный удар о котором они говорят ответил да у меня был этот вопрос да это было в ряде вопросов по этой теме я на этот вопрос не ответил 3 дня назад по-моему из Израиля проразвучало что они рассматривают именно превентивный ответ то есть пресечь атаку нападения Ирана это очень может быть очень может быть я не настаиваю но это моя догадка именно удар по баллистическим ракетам Ирана во время заправки их топливом как я уже сказал в начале нашей передачи баллистические ракеты Ирана они не современные они не твердотельным топливом не о твердом топливе которые сразу взлетают а их нужно часами иногда сутки просто заправлять и это увидят все если это будет вот это я думаю самая сейчас важная политическая задача перед Вашингтоном не допустить вот этот превентивный удар который приведет к войне о чем мечтает Натаняху о чем мечтает Кремль о чем мечтает Алиев я думаю Эрдоган тоже думаю хотя не совсем уверен о чем мечтает Орбань и не скрывает кстати ладно не будем в Венгрии говорить об Орбане это отдельная это отдельная тема наши власти проевропейские сразу восстановили отношения посольства хотят открыть страну которая сегодня Евросоюз считает что это мина вы знаете что теперь даже в Брюсселе обсуждается вопрос что выбросить Венгрию из Шенгенов из Шенгена потому что они приняли решение об облегчении визы будут давать более того и право на работу сразу дадут эти аусвайсы или как по-венгерски называется с помощью которых уже русские могут ездить по всей Шенгеновской и белорусы для России и белорусы они могут то есть да там серьезная то есть все это этот превентивный удар может привести действительно к новой войне чего стремиться не делать чего стремиться сделать сделать да кстати во время в Баку наверное обсуждалось я думаю и там второстепенный вопрос первое это конечно были мы они Иран Израиль возможная война коммуникацию из России в Азербайджане в Иран ну как вы видите Иран очень достаточно сильно это все тормозит Туре Шташтара вот это железная дорога и наоборот посла информация буквально сегодня что будет встреча чтобы обсуждать значит коммуникации из Индии через Иран Армению и Черное море ну если эти власти не провалят и это и не пойдут в свое любимое скажем так российское корыло куда они экономику полностью поставили уже и говоря о мире о мирном договоре все войны в истории человечества велись ради мира абсолютно все войны а достойный мир для этого нужны условия сколько раз повторяйте обязательно предварительные условия освобождения всех армян из азербайджанцев азербайджанских бакинских темниц это предварительные условия второе забудьте о коммуникациях вообще восток а особенно восток запад не будет никаких международных коммуникаций в этом направлении север юг в иран это нужно достроить обязательно третье обязательно должно войти туда о чем говорил переговорщик гепросоюза то его клар армяне армяне об этом молчит полностью это достойное и безопасное возвращение карабахцев в карабах а это можно только в одном случае но это должно быть обязательно в мирном договоре если подписывается если в карабахе будут установлены международные миротворцы понимаете нельзя этот вопрос забывать как армя армянское руководство делает армения с вопросом карабаха это одно государство без вопросов без если мне говорят эту повесть нету у нас естественно что азербайджан требует немаловажные условия вместе армяне давайте мы будем выступать за ликвидацию минской группы ОБСЕ кто вы такие кто вы такие ради бога и смотрите азербайджан Алиев борется с любым армянским армянским в каждой точке исторические религиозные памятники на временно оккупированных территориях идет полное истребление одна статья проармянская в любой точке земного шара сразу мощнейший ответ Алиев практически начал действовать бороться против франции французского государства я уже пример приводил войну объявил скажем так ну я это уже против говорил но я ничего не поленюсь повторю повторюсь я помню еще один был такой который боролся против франции не помните Мухаммед Каддафи был такой и как он закончил это мы тоже знаем пусть Алиева это не забывает никогда как из Израиля на Таняху напомнили про судьбу Саддама Гусейна так что без достоинства ничего не будет а неармянская власть неармянская оппозиция не дает шанс нам достоинства именно достоинства вот чего нам не хватает с вашего позволения последний вопрос пожалуйста раньше вы говорили что победа Трампа на выборах маловероятна сейчас это я вам говорил месяца два назад сейчас вы говорите что исключается вы исключаете уже победу Трампа почему у вас так давайте коротко тема слишком большая коротко очень коротко давайте до того как Байден отказался быть президентом от демократической партии когда он был кандидатом смотрите ситуация республиканская партия ликовала считали выборы формальностью просто формальностью демократы были разделены и грубо говоря воевали друг с другом после вот этого заявления Байдена ситуация зеркально изменилась демократы объединились полностью работает очень эффективно и сейчас полностью раздроблена республиканская партия вы знаете вы видите многие известные очень авторитетные республиканцы выступают против сейчас Трампа выступают против Трампа вы знаете опросы которые мы смотрим хотя динамика опросов тоже подтверждает мои слова как мы из предыдущих выборов знаем опросы ничего не значит но просто это невозможно и я в этом хотя бы вот этот аргумент что я поведет невозможно только я вот этот фактор как работают демократы как они всплотились вместе мощнейшее и раздробленность и раздробленность и еще один фактор понимаете если даже демократы ничего не будут делать я немного так радикально говорю что мысл Трамп со своим вице-президентом они все сделают в пользу демократов ну и еще один фактор почему они так сделают ну импульсивность Трампа это всегда было известно когда он был президентом весь бельдом стал с нетерпением так дрожа какой-то вид сейчас выпустит Трамп понимаете Трамп борется не только за президентскую кровь он борется за свою свободу потому что после этого я не буду там рассказывать это вы знаете сколько против него обвинений все-все это его же просто посадят если он не будет президентом и это добавляет просто нервозности и скажем так таких заявлений как его так и его кандидата в вице-президенты Венса который просто вовред себе как самострел тема слишком обширная это на целую одну передачу я очень благодарна я очень благодарна за сегодняшнюю беседу я тоже очень благодарен вам спасибо большое спасибо дорогие друзья напомню что мы беседовали с Давидом Шахназаряном беседовала Анаракелян всех благ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому